Столицу, бывшую историческую столицу, королевство Мерсия, Рептонг. Королевство Мерсия существовало где-то с 527 года по 879. Но можно также найти другие данные, но будем придерживаться пока этих. Вот знаменитый Рептонгский крест. Ну, я хочу сказать, что Англо-Саксы, как бы всегда мы говорим, но это были различные племена. Это были Англы, Саксы, Юты и даже Фризы. Существовало 7 королевств долгое время. Ну, пока не пришли данные, потом их стали называть викингами, но это чуть позже. Итак, аббатство Рептонг. Аббатство Рептонг основали монахи и бенедиктинцы где-то примерно в VII веке. Было основано два монастыря, мужской и женский. Я думаю, что весело они там жили. Какие-нибудь молитвы совместно устраивали, чаепитие или пивопитие, потому что монахи любили пиво варить. Вот мы заходим на кладбище. Достаточно много надгробий. Но также есть некоторые надгробия, которые присоединены уже к стене. Видимо, это кладбище было больше или больше захоронений было. Но потом некоторые убрали. Хотя захоронения в основном где-то 300-400 лет назад. Но встречаются еще раньше. Есть также отдельно захоронения Первой и Второй мировой войны немного. И, что интересно, есть и современные захоронения. То есть 20 век и даже 21 сегодняшних лет. Но правда там видно, что уже могилки такие маленькие. Как бы только... Закремация. Ну, вот этот рыцарь, не рыцарь, а король Мерсии какой-то. Какой-то один из двух. Потому что в этой церкви изначально были похоронены два. Из два короля Мерсии. Из 37 которых было. Часы на башне показывают все время 12. Либо дня, либо ночи. Не знаю. Но не идут ли. Ну вот прогуляемся немножко в жаркий день. Редко бывает в Англии жара. Но бывает в начале августа. Где-то неделю-полторы. Значит, англо-саксы. Вернее, англо и саксы. Это различные промена. Интересно бы, если бы фризы победили. Сегодняшняя Англия, может, называла бы фризия. А саксы уже объединились тоже саксонская с англами. И это знаменитый, как говорится, первый король Алфред. Он же был саксом. Но и было у него имя другое. Что-то там с Рексом связано. Но потом он превзросил себя королем Англии. Всех англичан. Хотя тот язык, на котором они говорили, сегодняшним англичанам будет непонятен. Заходим в церковь. Где-то в 10 утра она только открылась. Людей нет. Внизу каменные, конечно, постройки. Ну, сегодняшняя церковь, конечно, это уже 13-15 век. Чудесно. Колонны. Там видно колокольна. За эти веревки дергают. Колокола звонят. Но, опять же, я не застал, когда они там живут. Витражи. Ну, церковь спокойная. Никого нет. Потолок, конечно, прелесть. Это уже 13-15 век, когда еще лес в Англии. В Англии леса было достаточно. Ну, чудесный потолок. Ну, значит, здесь были похоронены два из 37 королей. Два точно. Диндул Этельбальд, который в 757 году похоронен. Потом Виглов в 839. И Викстон в 840. Когда похоронили Викстона, стали происходить чудеса на его могиле. Это где-то в конце или с 9-го, с 9-го века. Вот потом, значит, увеличилось паломничество туда. Соответственно, увеличились поступления денег. Пришлось расстраивать, еще больше делать церковь. Потом Викстон стал святым. Но в 10-м веке его перезахоронят уже в другом бадстве. Ившим. Ну, вот, к сожалению, крипту я не смог попасть. Она почему-то была закрыта. Видно, рано еще было. А там вот только фотографии есть. Самое основание. Вот это досталось, что саксонов. Англосаксонов в церкови. Ну, какие-то древние камушки, конечно, тоже там существуют. Хотя изначально в адстве это было в основном из дерева. Потому что деревьев лесов было достаточно в Англии. Это были непроходимые леса в то время. Да, прекрасно. Хорошая прохлада после того, как на улице 30 градусов. А здесь прохладно. Красиво, хорошо. В основном сейчас это город Викстон Большая школа. Это довольно-таки дорогая и почетная школа. Рептур. Семестр где-то стоит для школьников оплата 9 или 10 тысяч фунтов. Я точно могу сказать, но не дешево. А вот домик старенький, покрытый соломой. Крыши из соломы. Все удивило, что на шпиле латой петушок. Шпиль это уже построен после норманов. 65 метров. Вот викинги. Вернее, данные. В 873 году великая языческая армия в Торглас. Это протока реки Трент. Только лишь проток. Но что-то река Трент основная ушла на чуть другую сторону. На полтора мили. Или на полмили. Ну вот в 873 году Великая языческая армия данных, как в то время называли их, достигла рептума. Вот их лагерь 873 года. Здесь они зимовали. И, значит, они разогнали всех этих монахов. Монахи успели, конечно, сбежать по большей части, взяв с собой останки святого Викстена. Ну, данные разграбили весь монастырь. В конце концов его сожгли. Да, вот хотел сказать, что вот эти викинги с рогами такого не бывало. Нет, такого не было. Они были без рогов. Ну вот. Позже на этом месте были раскопки. где-то 70-80-е года прошлого века. Нашли примерно остатки больше 200 мужчин и где-то 49 женщин, которые археологи сказали, что женщины были изнасилованы и убиты. Смотрите, какая точная наука археологии. все определили до мельчайших подробностей. после 874-го года столицы переносли в Тамфорд. Тамфорд, я вот плохо произношу его, я не знаю, почему, но так получается. Ну, в общем, дальше до Нормана. Вот это интересная вещь в стене. Я случайно обнаружил. Здесь различные камни и, конечно, костелов этих и римские кирпичи, то есть Римской империи кирпичи. Явная кладка римлян. Но, видите, все использовалось потом для постройки других домов. Ничего не пропадало. Вот забор в всяком случае построенный уже позже. Вот. Ну, город Рептум маленький. В основном это школа. Сейчас каникулы, никого нету. А так это не туристический город. здесь довольно-таки не так никак для туристов, как можно там гулять, отдыхать. Нет, скорее всего, это чисто учебный город для учеников, которые там, возможно, живут. Ну, вот такая экскурсия была. Вот мне еще интересно маленький домик в конце. Такой старенький. Ну, все, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!